Пожилые люди Пожилые люди Поэтому распространенность онкологических заболеваний на данном слайде представлена среди лиц среднего возраста и пожилого возраста. Если взглянуть на общие показатели распространенности, то сразу видно, что в группе старше 60 лет данный показатель в 2,5 раза выше. На организм больного пожилого человека влияет само онкологическое заболевание, сопутствующая патология и гериатрический статус. Пожилые люди Пожилые люди В 2010 году Европейское общество медицинской онкологии и Международное общество гериатрической онкологии выпустили рекомендации по лечению пациентов пожилого возраста. В 2015 году вышло второе издание данных рекомендаций. На их основе Американское общество клинической онкологии и Национальная комплексная онкологическая сеть выпустили свои рекомендации по гериатрической онкологии. Согласно рекомендациям Европейского общества медицинской онкологии и Международного общества гериатрической онкологии, возраст сам по себе не является противопоказанием для выполнения хирургического лечения. Всем пациентам старше 65 лет показано проведение комплексной гериатрической оценки с целью выявления гериатрических синдромов, которые зачастую не учитываются в онкологической практике. Учитывая наличие сопутствующих заболеваний, необходимо участие мультидисциплинарной команды, в том числе кардиолога, невролога, терапевта и врача-гериатра. Необходим строгий отбор пациентов для хирургического лечения. Медицинская реабилитация с целью коррекции гериатрических синдромов способна расширить показания для выполнения хирургического лечения и снизить риск послеоперационных осложнений. Лучевая терапия тоже является доступной опцией для пациентов пожилого возраста. У данной группы необходимо применение инновационных методов лучевой терапии, таких как конформная лучевая терапия, дистанционная лучевая терапия и стереотоксическая лучевая терапия, которые позволяют подвести максимальную дозу облучения к самой опухоли, минимизируя повреждения окружающих тканей. Сам по себе возраст не является показанием для снижения дозы лучевой терапии. Для улучшения качества жизни пожилых онкологических больных, например, для уменьшения болевого синдрома пациентам, у которых есть метастазы в костях, возможно проведение палеотивной лучевой терапии. Для тех пациентов, которые по каким-либо причинам не смогут перенести обширное хирургическое вмешательство, возможно, альтернативой станет проведение химиолучевой терапии. Также необходим мультидисциплинарный подход в определении тактики ведения данной группы пациентов. Основным осложнением лучевой химиотерапии является стоматит, что может быть очень болезненным и приводить к ограничению питания пациентов. Поэтому необходимо проведение нутриативной поддержки специальными белковыми смесями и обезболивающей терапией. Показания для проведения химиотерапии у пожилых онкологических больных сходны таковым у молодых пациентов. Необходимо проведение комплексного гериатрического обследования с целью выявления гериатрических синдромов, которые могут потребовать специализированного вмешательства. Необходим строгий мониторинг токсичности химиотерапии для своевременной коррекции нежелательных явлений. Поэтому обязательно следует сообщать своему лечащему врачу обо всех побочных эффектах. И необходимо проведение сопроводительной терапии. Это может быть нутриативная поддержка, реабилитация, лечебная физкультура и терапия сопутствующих патологий. В одном ретроспективном исследовании были оценены 286 пациентов с местно распространенным раком прямой кишки, которым проводилась и не проводилась послеоперационная химиотерапия. В данном исследовании показали, что пятилетняя выживаемость пациента, в котором была проведена послеоперационная химиотерапия, была выше, чем у тех, которым данная терапия не проводилась. В этом же исследовании было показано, что безрецидивная выживаемость в группе пациентов, которым проводилась химиотерапия, также была выше. На данном слайде представлены противоопухливые химиопрепараты, которые хорошо переносятся пациентами пожилого возраста. Многие из них входят в схему лечения онкогенекологических заболеваний, колоректального рака, опухоли головы шеи и рака молочной железы. Еще одной современной опцией лечения противоопухливых заболеваний является таргетная терапия. Данный вид лечения менее токсичный, чем химиотерапия. Но следует учитывать сопутствующую патологию, поскольку, например, ингибиторы ангиогенеза, к ним относятся, например, биоцузумаб, могут повышать риск развития тромбоза и гипертонии. Ингибиторы тирозинкинас, это гифетиниб или сунетиниб, обладают более высокой токсичностью на сердце. Поэтому необходим строгий мониторинг всех осложнений. Некоторые таргетные препараты обладают особенностями при применении у пациентов пожилого возраста. Например, афлиберцепт у пациентов старше 65 лет вызывает повышенный риск развития головокружений, остынии, диареи и дегидратации. А гифетиниб у пациентов старше 55 лет вызывает риск развития интерстициального поражения легких. У других таргетных препаратов не было выявлено никаких особенностей при применении у пациентов пожилого возраста. В исследовании Клеопатра по поводу лечения метастатического хердопозитивного рака молочной железы было показано, что пациенты старше 65 лет, которые получали комбинированную терапию вместе с препаратом пертузумаб, в 84% случаев получили объективный ответ на терапию. Инновационным методом лечения опухолевых заболеваний является иммунная терапия. Во многих ретроспективных исследованиях была показана схожая клиническая польза между пациентами молодого возраста и пожилыми, которым проводилась иммунная терапия. И возраст не был фактором риска токсичности иммунотерапии. При назначении иммунотерапии необходимо учитывать сопутствующую патологию, поскольку симптоматическая терапия, например, антигистаминные препараты или кортикостероиды, могут ухудшать сопутствующие заболевания, например, диабет, гипертонию и психические функции. Иммунотерапия увеличивает общую и безрецидивную выживаемость пожилых онкологических больных. Не рекомендуется редукция дозы пациентам с легкой и умеренной степенью почечной недостаточности и легкой печеночной недостаточностью. Многие пациенты пожилого возраста в связи с сопутствующими заболеваниями принимают большое количество лекарственных препаратов. В исследованиях не было показано, что иммунотерапия обладает какими-то побочными взаимодействиями с другими лекарственными препаратами. Комплексная гериатрическая оценка Что же это такое? Это обследование, которое включает в себя всеобъемлющую и междисциплинарную оценку физического, психического состояния здоровья, социальных отношений и удовлетворенности к качествам жизни. В ходе этого обследования выявляются такие гериатрические синдромы, как слабость, недостаточность питания, деменция, депрессия, нарушение социальных отношений и зависимость от посторонней помощи. Мы используем комплексную гериатрическую оценку для определения индивидуального плана лечения пожилых онкологических больных. Она позволяет нам прогнозировать токсичность химиотерапии, побочные явления во время лечения и раннюю смертность. Позволяет осуществлять отбор пациентов на специализированное лечение и коррекция данных синдромов гериатрических способна расширить показания для специализированного лечения пациентов и улучшить качество их жизни. В медицинкологии Петрова в рамках научной работы данное обследование проводится пациентам с метастатическим колоректальным раком, которые поступают к нам на первую линию химиотерапии. В ходе этого обследования используются следующие шкалы. Это активность повседневной жизни. Здесь мы оцениваем возможность пациента вставать с кровати, выполнять гигиенические процедуры, передвигаться, питаться. По шкале повседневной инструментальной активности мы оцениваем возможность пациента пользоваться телефоном, собственными денежными средствами, общественным транспортом и выполнять какие-то бытовые манипуляции, в том числе уборку. По шкале оценки питания мы оцениваем качество питания пожилых пациентов, количество потребляемой ими белковой и растительной пищи, количество потребляемой жидкости и индекс массы тела. Краткая шкала психического статуса позволяет нам оценить ориентацию в пространстве и во времени, речь пациента, выполнение действий и его память. Здесь вы видите пример выполнения теста рисования часов. Вы можете повторить его дома самостоятельно. Для этого необходимо нарисовать циферблат, стрелки, чтобы показывали время без 15,2. Как вы видите, пациенты среднего и пожилого возраста не очень хорошо справляются с данной задачей. Так выглядит гериатрическая шкала оценки депрессии. В ходе нашей научной работы мы не выявили никаких значимых отклонений между пациентами среднего и пожилого возраста по представленным на слайде шкалам. Зато мы выявили, что у пациентов старше 60 лет возможно наличие когнитивных нарушений. Мы не выявили никаких признаков депрессии у пациентов как среднего, так и пожилого возраста. В ходе проведения химиотерапии у пациентов в обеих группах как среднего, так и пожилого возраста наблюдалось снижение инструментальной активности, физической активности и питания. Пациенты пожилого возраста чаще испытывали хроническую боль и артериальную гипертензию. Таким образом, можно сделать вывод, что возраст сам по себе не является противопоказанием для назначения специализированного лечения пожилым онкологическим больным. Необходима мультидисциплинарная команда, которая будет определять тактику ведения данной группы пациентов. Туда должен входить онколог, терапевт, гериатор, возможно, даже врач-реабилитолог и другие профильные специалисты. Химиотерапия, хирургическое лечение, лучевая терапия, таргетная иммунотерапия позволяют увеличить общую и безрецидивную выживаемость пожилых онкологических больных. А коррекция гериатрических синдромов способна расширить показания для проведения специализированного лечения и улучшить качество жизни данной группы пациентов. Залогом успешного лечения пожилых онкологических больных является мультидисциплинарный подход в лечении, индивидуализация лечения и участие окружения пожилого пациента. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.